В СССР взрыв компьютерных технологий. Да-да, вы не ослышались. Советский Союз вовсе не отставал от заграниц производства компьютеров. Кое в чем даже опережал. Сыщики в те годы полагались только на себя. Не было цифровых технологий. Это осложняло расследование. Так было и в нашей истории. Советский парк. Здесь гуляли в любую погоду. Это сейчас все смотрят только в телефоны. Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. С удовольствием. Советский магазин. А какая продавщица. Приобретайте весь предприятие, товарищ. К всем направлениям прорывы. По-моему, ей что-то не понравилось. Каждый из нас был когда-то маленьким. Но мгновение, и мы уже родители. Еще мгновение, и ваши дети уже мама и папа. Но для нас они по-прежнему дети. И мы так нуждаемся в их заботе и внимании. Чем заняться? Куфет. Класс. Нереально вкусно. Советский человек стоял в очереди на автомобиль годами. Сливцу давали один-два дня, чтобы прибыть в магазин с толстой пачкой денег. Эх, ностальгия. Волжские казачки невероятно красивы. Сказывается грибучая смесь разных кровей. И жаркий темперамент. Как сказали бы сегодня, мем на все времена. Сохранение партнер. Страна волновалась. Везде происходило что-то непривычное. Даже в провинциальном Урюпинске, в котором всегда было тихо и спокойно. Именно туда и направились сыщики. Вскоре на место преступления прибыла оперативно-следственная группа. Предстояло выяснить, что же здесь произошло. Несчастный случай? Убийство? Или что-то иное? Следы дерзких преступников нужно искать именно здесь. Впрочем, это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok